Добрый вечер, друзья! Ну что ж, я рада вас приветствовать на нашем вебинаре «Простые шаги, приводящие к успеху» компании Skywalk Community. Я знаю, что некоторые из вас уже являются партнерами. Есть люди, которые впервые входят в нашу вебинарную комнату. Отметьте, пожалуйста, есть ли те люди, которые являются партнерами, которые готовы учиться, развиваться и присутствовать на вебинаре. Так, я так думаю, да. Ага, отлично. Ну что ж, сейчас пойдем по нашему плану такому. Я представлюсь сначала, меня зовут Наталья Косполова. Я тот человек, который всю жизнь работает с людьми. Я педагог по профессии, педагог-воспитатель, художник, психолог. На сегодня являюсь еще арт-коучем. Вот, работаю с людьми по достижению их целей с помощью творческого потенциала. И я работала очень долгое время в MLM бизнесе. Я знаю, что такое работать с новичками, сама была новичком. Я двигалась вперед к своей цели с помощью наставников и с помощью системы. Потому что в одиночку в MLM бизнесе ни в коем случае не доберешься до своих успехов. И также я являюсь инвестором компании Skywalk Community, Skyway с 2015 года. А развиваться в бизнесе, строить команду, строить систему я стала с 2017 года. В основном с того момента, когда я съездила на Экофест, Экофестиваль для меня стал просто ключевым моментом в развитии моего дела здесь, в компании. Именно благодаря Экофестивалю, благодаря тому, что я встретилась с генеральным конструктором, потому что я встретилась со многими людьми, с теми людьми, которые развивают бизнес, с теми людьми, которые желают подниматься, с теми людьми, которые имеют определенное мышление такое, помочь планете, помочь Юницкому, чтобы он построил струнный транспорт. Важно, чтобы планета была чистая, экологичная, транспорт безопасный. И я вошла как раз вот в это понимание через общение с людьми, что это очень важно тысячам и тысячам людей. И насколько люди, они включаются в, как единомышленники, включаются в такое сообщество. Сообщество и поддержка самому генеральному конструктору. И также это сообщество тех людей, которые строят бизнес. И этот бизнес, эта компания, она стала помогать тоже людям, в каком плане. Стало улучшаться стиль жизни. Стало действительно получаться работать с новыми технологиями. Совершенно новые привычки стали появляться в работе с людьми, и дальше появляются совершенно другие темы для обсуждения. Вы заметили это? Кто из вас замечает, насколько он стал сам меняться с развитием себя в этом деле, с развитием себя в данных, в технологиях? Есть ли такие люди? Вы чувствуете, что у вас мышление также стало другое? Что-нибудь пишите иногда, чтобы у нас было общение с вами, чтобы мы не видим просто монолога, а также был диалог. Ну что ж, продвигаемся к тому, что компания дает возможность нам прийти к тому, к тем целям, которые мы ставим для себя. И, конечно же, каждая компания, она имеет идею. Для того, чтобы подняться, поднимать, подняться в бизнесе, да, важно, чтобы была очень сильная платформа, фундамент. И фундамент мы имеем, это очень серьезно, этот фундамент, он на века. Фундамент, знаете, я понимаю, что это такое, потому что однажды я сталкивалась с теми, тем, что компания образовывается, компания, может быть, какие-то рушатся. Я также была в компаниях сетевого маркетинга, где в течение трех лет или четырех лет, когда был шаткий фундамент, не было определенной миссии компании, компания уходила с рынка. И настолько это было печально, когда были построены и команды, и вдруг команды, они смотрели, куда пойти, в какую маркетинг, в какую компанию. И, конечно же, самая устойчивая компания, это те, которые дают огромную пользу максимуму количеству людей, которые имеют фундаментальную идею. И с этой идеей, конечно же, можно преуспеть. И компания, она имеет план развития. И в этом плане развития ты имеешь свой собственный план развития. Можно строить здесь команду. Команда, которая обладает ценностями, ценностями как личностными, да, также и подхватывает ценности компании. Бизнес, тот бизнес, который смотришь, в котором ты развиваешься, в котором ты обучаешься, и идешь к успеху. Вот это, это такая устойчивая пирамида нашего успеха, можно так сказать. И сегодня моя такая тема, мы пройдем глубоко, глубоко давайте войдем в такие вещи, как постановка цели, как быть в ресурсном состоянии, как пошаговое предложение бизнеса. Сегодня мы разберем, что такое пошаговое предложение, и вы достаньте, пожалуйста, свои тетради, сегодня будете все записывать, и дальше уже с завтрашнего дня или с сегодняшнего вечера все можно применить. Ну и также все это можно сдублицировать. То есть вместе со своими командами, вместе с вашими партнерами простые техники можно повторить. Итак, начинаем. С чего начинаем развиваться в бизнесе? Некоторые думают, что это такая избитая тема, как постановка цели. На самом деле здесь тоже необходим определенный навык. Навык, как создать эту цель правильно. И пройдемся по критериям. Критерии поставим, нашу цель поставим по смарт. Что такое смарт? Это такая авиатура конкретная, измеримая, достижимая, актуальная и определенная по времени. Это в менеджменте есть такой алгоритм постановки цели. Это алгоритм, но если как только понимаешь этот алгоритм, всегда можно любую цель поставить очень грамотно. И когда я спрашиваю людей в своей команде, или когда я сама работаю над своей целью, то есть общий запрос. Многие люди имеют, многие люди, они имеют такой общий запрос. Хочу помочь компании добиться поставленных целей. Это общий запрос. Или хочу зарабатывать много денег. Сталкивались с этим? Хочу реализовывать себя в бизнесе. Хочу сделать мир лучше. И этот общий запрос, он не обладает определенной конкретикой. Так вот, как же выявить и уточнить наши цели? Допустим, допустим, можно написать пошаговый, можно, допустим, вот такой, такой запрос. Написать пошаговый план создания системы привлечения новых партнеров в группе, который позволит увеличить объем инвестиций в два раза за 30 дней. Как вам такой запрос? Вы знаете, вот этот запрос и эта цель, она продумана. Что, когда ты продумываешь, когда ты прописываешь свой запрос, то что происходит? Продумывая, что это, да, действительно, насколько она реальная для меня. Время 30 дней. Таким образом продумываешь, ага, какая же у меня структура, с кем поговорить, кто мне поможет, какую систему прописать, и ты уже открываешь свой ежедневник и просматриваешь данную систему. И следующее, да, для наших новых людей, для тех людей, которые только заключили контракт, можно будет определиться с целью создать пошаговый план личной работы над расширением первой линии от двух до пяти человек в месяц. Кто-то думает, что это мало, а кто-то не может и одного человека пригласить в месяц. Так вот, каждый человек, он может продумать свою собственную цель от двух до пяти человек. Возможно пригласить десять человек, двадцать, тридцать. Ну, посмотрите, здесь также еще возникает тот вопрос, какова цель, как мне работать с данными людьми, как я буду работать, помогать людям подниматься и строить их бизнес. Потому что в сетевом бизнесе, когда ты приглашаешь людей в команду, очень важно еще этих людей, которые пришли ставить свою цель, что ты также помогаешь этим людям развиваться. Именно поэтому ваша цель строить группу и в первую линию, и в глубину. Еще одна интересная такая важная цель для амбициозных людей, это создать пошаговый план по продвижению себя от статуса лидер к статусу мастер. И здесь также можно поставить определенную, определенную такую вот временную рамку. Это я здесь написала за 60 дней. Почему за 60 дней? Потому что лидер, он должен помочь трем своим людям также стать лидерами. А это это определенная работа. Работа на земле. Это также работа с постановкой цели, с приглашением в бизнес. Это также просмотреть, насколько можно, какие инвестиции человек сюда вводит, какие рассрочки он покупает, приобретает. и, конечно, по этому алгоритму, по смартам, можно поставить, каждый раз прорабатывать новые и новые цели. также продолжая, да, это очень важно, уточнить намерение и поддержку. Что вы можете сделать сами? Что вы сами в этой цели можете на себя взять? А какая поддержка может быть от вашего наставника? Кому вы можете обратиться за поддержкой, чтобы реализовать запланированную цель? Это может быть партнеры с параллельной группой, это может быть наставник, это могут быть также те люди, которые являются для вас личной поддержкой. Это семья ваша. Какие изменения произойдут в вашей жизни благодаря достижению цели? Мы не работаем на цели, на целью ради цели. Очень важно достичь цели для чего? Для себя. Что поменяется в твоей жизни? Что будет для тебя важного? Какие изменения будут? Что она даст тебе? Больше денег, больше возможностей, больше удовольствия, больше тех ресурсов, которые поднимут тебя и твою собственную жизнь, да, и твоей семьи также? Ну и, конечно, какие инструменты необходимы нам на пути к нашей цели? Что это значит? Инструменты. Это значит, что очень важно, чтобы у вас была техника, то есть компьютер, мессенджеры, чтобы смартфон, инструменты. Некоторые считают, что инструмент это один буклет. На сегодня инструментов может быть очень много. инструменты также поддержки, то, что дает компания. На сайте компании очень много различных презентаций. Можно сделать заказ буклетов, можно сделать заказ книг. Какие инструменты? Инструменты, поддержки, это также те презентации, видеоролики. и когда ты прописываешь, что, какие инструменты ты имеешь, и ты видишь, что ты довольно-таки оснащен в боевой готовности. И самое главное, научиться пользоваться данными инструментами. Если раньше, еще 10 лет назад, я не умела пользоваться, не умела пользоваться достаточно хорошо интернетом, не умела выходить в вебинарные комнаты, я не умела, еще буквально год назад я не пользовалась зумом, еще буквально несколько, может быть, лет назад я не пользовалась инстаграм, социальными сетями, а на сегодня без этого невозможно представить себе современную жизнь и современный бизнес. Поэтому те инструменты, которые есть у нас под рукой, это не просто-напросто инструменты физического плана, но еще и виртуального плана. И самый еще важный такой вот момент для нас это быть в ресурсном состоянии, это быть в ресурсе. Что это такое? Это наличие физических и душевных сил и энергии для решения предстоящих задач. не упускайте друзья еще вот такой момент, да, уметь вовремя отдыхать, заряжаться, быть в ресурсе, это быть всегда в хорошем самочувствии, в хорошем настроении, вовремя, вовремя оздоравливаться, повысить свой уровень самооценки, вспомнить какие, каким, каким образом это сделать, вспомнить какие ты имеешь победы, какие ты имеешь достижения для того, чтобы уважать себя, уважать свой потенциал и знать, что ты можешь добиваться успеха и также проработать свой энергетический баланс. Знаете, здесь есть очень много различных техник, не буду заострять внимание, быть в активном движении. Что такое быть в активном движении? Для меня так это постоянно бытие в делах, но их чередовать, чередовать свои дела, также заниматься спортом. Я прохожу от 3 до 5 километров в день, я ставлю для себя такую задачу. Для меня важно заниматься также йогой, заниматься бодифлекс, чем я занимаюсь, и быть также на природе чаще, дышать, быть вместе в активном движении, вместе с людьми единомышленниками, интересоваться новыми вещами. И я хочу сказать, что лежать на диване и быть в негативе занимает гораздо больших сил, нежели быть в активном состоянии и в активном движении. Настрой на позитив настрой на позитив очень помогает быть в ресурсном состоянии. Лучше себя чувствуешь, чувствуешь себя здоровее, вот, и людям нравится твой энтузиазм, им хочется быть рядом с тобой. Это один из факторов прочной команды, насколько команде интересно быть с тем лидером, кем вы себя позиционируете. И есть еще очень такой лучший ресурс для меня, да, это ресурс через творчество. Творчество это то хобби, которое ты имеешь, это то хобби, которое дает тебе силу, которое тебе дает поддержку, и это природная поддержка. Это ресурс, это та сила, это поддержка творца. Ну, и, конечно, тренировать осознанность. Это очень помогает, когда чувствовать свое тело, чувствовать свои желания, чувствовать людей, и чувствовать действительно свой потенциал, и чувствовать, что ты можешь дать и себе, и людям. и так быть в ресурсном состоянии, это уже 80% осуществления твоей цели. Вы это знаете? Когда ты чувствуешь себя здорово, когда ты чувствуешь себя хорошо, то к тебе начинают притягиваться такие же интересные, позитивные люди. Потому в нашем бизнесе, в нашей компании и вообще в бизнесе, когда ты строишь бизнес с людьми, это не только твои усилия, а это еще и усилия тех людей, которые входят в твою команду. Поэтому тот позитив, тот настрой, он очень важен в построении крепких связей, ну и конечно построение твоего дальнейшего бизнеса, процветание его и простые шаги для привлечения людей. Я прописала сейчас небольшой такой алгоритм, с которым я хочу познакомить и хочу сказать, что само понимание рекрутинга, оно очень обширное и его люди воспринимают через разные подходы. Есть подходы, я знаю, многие люди пользуются этим, это подход приглашать на встречу по списку знакомых. Дальше холодные контакты, это подход, который зарекомендовал себя уже в течение десятков лет в сетевом бизнесе. так вот, есть еще свежие новые алгоритмы, те алгоритмы, которые касаются продвижения, это простые шаги через интернет, простые шаги в работе с системе команды через интернет, и сейчас я хочу познакомить с простыми шагами привлечения людей через мессенджеры или через интернет. И сейчас давайте уточним, что же такое теплый рынок и что такое холодный рынок. Теплый рынок это мои такие теплые связи, это те люди, с которыми я однажды встречалась, с теми, с которыми я установила, выстроила дружеские отношения, даже если не дружеские, а может быть просто теплые отношения, может быть это улыбка, может быть чем-то мы обменялись однажды, становилось какое-то доверие, и они воспринимают вас, многие воспринимают по прошлым заслугам, кто-то по впечатлениям, по вашим ценностям, по вашим победам или по вашим неудачам, и также выстроенное доверие и авторитет между людьми это начало построения группы или команды, это первые люди, к которым вы можете обратиться для того, чтобы построить ваш бизнес, построить вашу первую линию. Да. Дальше, холодный рынок. Для холодного рынка вы абсолютно чистый лист. И люди, они создают о вас впечатление по соцсетям, по ведению блога, по слухам, по отзывам. И, конечно, если вы появляетесь в обществе, то по внешнему виду, насколько вы презентабельны, то, что вы не ходите, допустим, в деловом мире, может быть, в тапочках и в шортах, или с пакетиком в руках, где у вас там находится компьютер. И смотрите, холодный рынок, он наблюдательный. Для того, чтобы холодный рынок стал теплым, важно зарекомендовать себя на нем. И устанавливать связи с холодным рынком, с теми людьми, с которыми вы не знакомы, очень интересно и на сегодня очень выгодно создавать это связи, это через интернет, это то впечатление, которое создаешь, те ценности, которыми ты делишься, теми мыслями, которые обладают ваше допустим ваши блоги, ваши соцсети, что вы несете, какой позыв, какой посыл. Ну и в дальнейшем важен алгоритм взаимодействия. Как же взаимодействовать с людьми? Я открыла для себя очень интересный алгоритм и реальные навыки от Эрика Воры. Вы знаете, этот сетевик уникальный, тренер, писатель, лидер, который работает, создает лидеров. Он больше 30 лет, он работает в сетевом бизнесе, не просто работает, а тренирует, тренер. Очень многие люди, которые хотят современных навыков работы, они также учатся у него. И так, какие навыки для меня ценные от Эрика Воры? Несколько шагов, которые можно применить на практике, на практике собственной работы. Давайте мы сейчас войдем в советы такие, советы вербального общения. Первый шаг. Если вы хотите что-то передать, передать информацию, передать информацию о своем проекте, передать информацию, затронуть человека информацией по бизнесу, я сейчас буду говорить об этом, в основном по бизнесу, по построению партнерской программы, в этом наша задача сегодняшнего дня, то первый шаг, будьте в спешке, то есть это дает о себе знать, то, что ты деловой человек, что у тебя есть план, у тебя все расписано по времени, и когда ты вот в этом времени ты деловой человек, и ты его ценишь, тебя также будут ценить, также внимательно прислушиваются к твоему предложению. Итак, я говорю, я говорю, допустим, своей знакомой, своей знакомой, с которой я созвонилась, и для меня важно предложить ей рассмотреть данный проект. Я ей говорю, Жанна, у меня мало времени, чтобы поговорить, но хочу уточнить с тобой один важный момент, и здесь я могу переходить на встречу по делу. Мне важно бежать, ой, мне пора бежать, но есть несколько минут переговорить на важную тему. У тебя есть несколько минут, давай мы с тобой сейчас обговорим, и я сейчас перехожу на другой шаг, что я собираюсь обговаривать. Второй шаг это комплимент человеку. Какой комплимент? Людям нравится, когда им делают действительно стоящие комплименты. я не делаю комплимент человеку, какая у тебя красивая прическа, или допустим, какой у тебя классный маникюр, а потом я перехожу уже на бизнес. Нет, я делаю комплимент человеку, я всегда выбираю что-то по делу. Допустим, ты довольно долго работаешь, я очень уважаю твои успехи. знаете, вот такой подход, такой комплимент я делаю человеку, который занят, может быть, занят бизнесом, или занят делом в сетевом маркетинге, и я говорю с ним об этом, я уважаю то дело, которым ты занимаешься, я каждый раз убеждаюсь, что ты лучше в своем деле, я каждый раз убеждаюсь, насколько ты в своем деле держишь позитив, насколько ты умеешь создать вокруг себя команду и так далее. И человек, да, действительно, он готов поговорить о себе даже, поговорить об этом. Или я говорю с человеком, который, с которым, может быть, недавно познакомилась, я еще не знаю, чем он занимается, да, может быть, с этим человеком я познакомилась где-то касательно на тренинге или в какой-то деловой среде, начинаем с ним разговаривать, и я говорю, как быстро ты схватываешь новую информацию, а чем ты занимаешься, у тебя наверняка есть большие успехи, и человек, он готов поговорить о себе, так, много с человеком не говорите, ваша задача всегда в голове держать третий шаг, мы всегда держим в голове нашу цель, цель наша это дать сделать человеку деловое предложение, третий шаг приглашение, да, сделать приглашение, есть три основных подхода, какие подходы, есть прямой подход, это когда вы приглашаете человека узнать больше о возможностях, которые могут помочь ему заработать, это прямой подход, если для теплого рынка, так это я думаю, я нашел способ значительно повысить наши доходы, это я допустим говорю своему другу или своей подруге, она говорит, да, и дальше уже начинается другой разговор, или допустим я говорю, слушай, я думаю я нашла способ значительно повысить свои доходы, вот интересно тебе поговорить, это снова я говорю с человеком знакомым, да, из своего теплого списка, ну а если говорить с человеком с холодного рынка, откуда это, что такое с холодного рынка, это может быть с человеком, который находится у вас в списке контактов, в списке контактов в различных соцсетях, может быть вы так переписывались, но досконально друг друга не знаете, и в этой переписке можно обговорить такой момент, было бы тебе интересно заняться дополнительной деятельностью, которая будет приносить доходы, и с этого момента можно будет уже дальше поподробнее, ты рассматриваешь варианты дополнительного дохода, перехожу дальше к третьему шагу, непрямой подход, еще раз разберем, то есть я здесь еще не закончила, да, со знакомым, допустим, да, я недавно занялась интересным делом, глянешь, мне также интересно твое мнение, вот этот непрямой подход, предполагает, что то, что тебе человеку может помочь, знакомый человек, конечно же, он, ну, давай, помогу, что там у тебя, и вы знаете, наши знакомые, они настолько являются такими экспертами во всем, они имеют по всякому случаю свое собственное экспертное мнение, но самое главное, чтобы вам не попасться на это экспертное мнение, самое главное, вам держать свое собственное отношение к бизнесу, к компании устоявшейся, вы не для этого пришли, для того, чтобы посудачить, вы пришли для того, чтобы человек перешел на позитивную сторону вашего предложения. Допустим, еще такой момент, я начала бизнес с компанией, которая, на мой взгляд, имеет прекрасные перспективы, вот, и хочется узнать, что ты думаешь по этому поводу, насколько тебе интересно со стороны, посмотришь, вот такой вот вариант посмотришь, предполагая то, что ты можешь этому человеку отправить информацию, посмотришь, и это следующий момент, к которому мы собираемся подходить. если говорить о холодном рынке, да, итак, если незнакомый человек, то можно такой подход, непрямой подход сделать. Моя компания развивается в транспортной отрасли, посмотрите некоторые материалы, интересно узнать, что думает успешный деловой человек, как я обратилась к человеку, да, это такой непрямой подход, мне интересно узнать, что думает успешный деловой человек, здесь я могу также добавить о новинках в транспортной системе, о том, как развивается наука и техника в сторону безопасного транспорта, то есть посмотрите, какой вы сделали уже вперед шаг навстречу к тому человеку, и человек этот в принципе он не откажет, он с удовольствием посмотрит, тем более если это будет у вас предложение, видеоролик минут на 5, на 10, предложение, которое прописано будет очень грамотно, мы позже будем к этому возвращаться, к нашим предложениям и к возражениям, сейчас мы идем по алгоритму, и есть еще такой совершенно непрямой способ, совсем непрямой, совсем, вот, я говорю с человеком, бизнес, которым я занимаюсь, скорее всего тебе не подойдет, это затронуть вообще в принципе амбиции человека, как это не подойдет, да, с чего ты взял, что мне не подойдет, это уже человека разогревает на любопытство, а может ты знаешь тех людей, да, которые хотели бы получать доход, работая удаленная, занимаясь интересным бизнесом, может быть в сфере новых технологий и так далее, ты продолжаешь, продвигаешь эту мысль, и человек, да, возможно, этот человек скажет, я хочу посмотреть, а может и мне подойдет, он спросит, а что это, хорошо, я тебе отправлю материалы, подходим к этому моменту, на четвертый шаг, если я, то ты, вот здесь уже начинается такой взаимообмен, взаимообмен, ты посмотришь, я говорю, допустим, своему знакомому, ты посмотришь презентацию, если я пришлю ее тебе на почту, ты зайдешь на сайт, если я дам тебе ссылку, или ты посмотришь те материалы, которые я тебе вышлю, посмотри, пожалуйста, мне очень важно твое экспертное мнение, или, то есть, здесь такой у нас диалог, который мы уже проходили, здесь находитесь вы в позиции силы, это услуга за услугу, принцип взаимности, предполагается, что вы отправляете что-то ценное, но вы знаете, даже при таком раскладе, даже если вы все отправите, только 5-10 процентов людей сделают то, что пообещали на словах, многие скажут, да-да-да, а потом нет времени, будут оттягивать разговор, что-то не открывается и так далее, куда-то попало не в ту папку, потом вам снова вызванивать этого человека, так вот, продвигаемся дальше по нашему алгоритму общения, подтверждение первый шаг и установка временных рамок, я еще не отправляю, посмотрите вот внизу, да, не отправляйте ничего, если не договорились о времени, как ты думаешь, когда можешь посмотреть эти материалы, которые я тебе отправлю, или когда сможешь посмотреть данную презентацию, или когда ты сможешь выйти на ссылку, когда можно будет, когда тебе удобно будет посмотреть, когда сможешь поделиться впечатлением, мы подтверждаем, что этот человек, он посмотрит и поделится впечатлением, мы пока ничего не отправляем, переходим на шестой шаг, человек говорит, хорошо, я посмотрю в четверг вечером, отправляю, может быть, сейчас вторник, да, человек посмотрит в четверг вечером, освободится время, там будет свободное, может быть, часов, другой, вот, а вы говорите человеку, окей, хорошо, тогда я позвоню тебе в пятницу утром, удобно будет, можно выбрать, допустим, или в пятницу вечером, и вы здесь устанавливаете время, человек выбирает время сам, время просмотра, и вы утверждаете, хорошо, давай, если не в пятницу утром, то в пятницу вечером, допустим, в пять часов вечера, договорились, договорились, все, и с этого момента договорились, тебе по этому номеру звонить, да, во сколько, все, и вы записываете, звонить вовремя, и с этого, и тогда вы отправляете человеку то предложение, которое, которое вы для него составили, договорились, мне важно бежать, до свидания, здесь снова же вы включаете, включаете ту, ту поспешность, может быть, заявляете то, что вам важно, важно завершить какие-то дела, у вас много встреч, и задача только убедить человека ознакомиться с материалами, и вы ему на почту или мессенджер отправляете после договоренности, после договоренности это не значит, что вы отправили только одному человеку, и все, вы ждете пятницы, и все, нет, у вас может быть по плану в течение дня, у вас может быть 10-15 человек, вы можете свой план добавлять, и добавлять, и добавлять, и это ваш личный план на неделю, вы можете его составлять, и прописывайте также, кому, с кем вы разговариваете, кому вы отправили, с кем созвониться, вот по такому алгоритму, с кем зазвониться, в какое время, с кем переговорить, в какое время подключить вашего наставника на связь, может быть вдвоем, вы сможете выйти на Zoom, вы сможете выйти на Skype, или вы сможете встретиться за чашечкой чая, за чашечкой кофе, где-то на открытой веранде открытого кафе, в таком случае, когда вы наполняете свой личный план на неделю, то срабатывает статистика, статистика это такая мадам, она очень капризная, и когда вы в этой статистике находитесь, это статистика отбора, то по вашему плану, да, сколько вы материалов, допустим, отправили 10, да, один человек может рассмотреть все позитивно, и по вашей реферальной ссылке вы сможете его зарегистрировать, дальше с этим человеком, это уже следующий такой вот шаг, вы рассматриваете, вы ходите в бэк-офис, и вы рассматриваете инвестиционные предложения, всегда предложения мы рассматриваем не тогда, когда мы общаемся с человеком, вот, давай, инвестируй, ля-ля-ля, ля-ля-ля, и человек, он понимает, что какие-то деньги отнимаются, что инвестиционных предложений много, и он закрывается, нет, инвестиции мы рассматриваем, когда открываем бэк-офис, открываем личный кабинет, который абсолютно бесплатный, и там мы начинаем рассматривать то предложение, вот на сегодня есть лучшее предложение в компании, которое можно рассмотреть практически всем вам в вашей команде, в вашей группе, даже те люди, которые, может быть, где-то числятся у вас в сети, всем обзвонить, со всеми переговорить, дать шанс, дать информацию, может, не все рассматривают для себя еще предложение, может быть, один раз инвестировали, и все, и ждут дивидендов, вы больше не в курсе, то есть давайте всем, это предложение 2021, это тот переход, да, на инвестицию, когда мы уже работаем над своей целью, да, ту цель, которую поставили для себя, или цель повысить квалификацию, повысить, расширить свою первую линию, сделать, может быть, объем оборота 100 тысяч долларов по своей сети, все ваши временные рамки, они помещаются также в ваш личный план, действия, и этот личный план не только на неделю, которую мы можем составить, а вообще может здесь быть несколько недель, у вас здесь несколько недель, одна неделя, вторая, третья, четвертая, и этот план, он складывается понедельно, я вижу перед собой как краткосрочную цель, да, это моя неделя, следом, это уже уходит на следующий этап, допустим, месяц, потом пять месяцев, в течение года, что я могу создать, чего я могу добиться, и каждый раз, каждый раз я свои цели распределяю по понедельным, по дням, по часам, да, и также выбираю, с кем я это делаю, с какими людьми, для того, чтобы создать команду, создать команду единомышленников, с этой командой можно двигаться вперед, развивать группы, страны, и хочу вам сказать, что я с удовольствием работаю и развиваюсь с людьми в разных странах, у меня есть партнеры, просто самые лучшие партнеры в Грузии, у меня также есть партнеры в России, замечательные в Западной Сибири, у меня есть лидеры, мастера, даже есть эксперт, где Кириси Лидзе, да, такой лучший куратор и амбассадор компании, и хочу вам сказать, что когда я встречаюсь со всеми людьми на семинарах, когда они стремятся учиться, развиваться, ставить цели, передавать информацию своим людям, настолько, знаете, настолько уже чувствуешь перспективы, перспективы развития не только себя, а еще и этих людей, и понимаешь, что лучше всего это создавая простую систему, пошаговую систему в разных алгоритмах, да, пошаговую систему, то ли это алгоритмы приглашения, алгоритмы встречи, алгоритмы продаж, то ли это алгоритм построения системы руководства, наставничества, во всех, во всех аспектах, во всем, когда ты это создаешь, и эти простые вещи дублицируются, то, да, здесь это уже пахнет финансовым успехом, и желаю вам делать простые шаги, получать простые навыки, передавать команде, войти в систему развития и достигать поставленных целей. И хочу вам сказать, что следующий алгоритм, который мы с вами будем разбирать, это алгоритм проведения встречи, заключения сделки, проработка возражений. Я также вместе с вами пройдусь полностью вот так вот по этому алгоритму, пропишем, и это будет востребовано также и для вас, и для вашей сети. Какие у вас есть вопросы, напишите, пожалуйста, может быть, какие-то отзывы, какие-то вопросы, какие-то, может быть, я что-то забыла, какие-то напоминания. Буду рада сейчас повзаимодействовать с вами, потому что мы с вами делаем вместе одно дело и строим одно сообщество Skyway комьюнити, успешных людей, которые продвигают технологию будущего. если нет вопросов, то просто поставьте плюсики, крестики, может быть, что-то поставьте, какую-то цифру по десятибальной шкале, насколько вам было полезно сегодня наше с вами общение, для чего это мне важно, для того, чтобы улучшать дальше свое развитие, свое спикерство и свои компетенции. да, благодарю вас, обязательно запись идет, да, да, Николай, запись будет, запись, конечно, в компании, и я все записи формирую, и все также будут алгоритмы всех встреч, да, все, что я перечислила, все будет в записи для вас. Ну, что ж, благодарю вас, наша встреча была в течение часа, и я рада вам быть полезной, до встречи, смотрите также все в записи, удачи вам, благодарю. следующая наша встреча состоится 30 июня, это также будет тренинг по дубликации, и я выстрою здесь алгоритм встречи, завершения сделки, и возражения, нейтрализация возражений, и старт нового человека в бизнесе. Ну, что ж, я завершаю, и до встречи 30 числа в 17 по Москве. до встречи, до встречи, до встречи, Продолжение следует...